МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости нашего города в информационной программе «Объектив». Здравствуйте! В студии Наталья Ребрищева. Я и мои коллеги, журналисты Новоуральской вещательной компании, расскажем о главных событиях этого дня. Сегодня в выпуске. Экспресс-платежи по-новоуральски. Деньги перечисляются не то что долго, они не доходят вовсе. Более полусотни горожан пострадали от недобросовестных владельцев компании экспресс-платежи. Дело расследует полиция. Губернатор Евгений Куйвышев готовит подробный антикризисный план, консультируясь с бизнес-сообществом и подчиненными. Штрафы для пешеходов за нарушение правил дорожного движения могут увеличить в два раза. Ключевые перекрестки города будут оборудованы видеокамерами. Теперь об этих и других темах подробнее. Будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов. Это цитата из объявления, расположенного на пункте приема компании экспресс-платежи. Сегодня для многих навоуральцев эта выдержка звучит как-то поиздевательски. Люди лишились своих денег и изрядно подпортили кредитные истории. Не по собственной вине. Подробности в репортаже Анны Акрамовой. Экспресс в переводе означает специальный срочный в более широком значении быстрое обслуживание без задержек. Однако навоуральцы, которые воспользовались услугами компании экспресс-платежи, теперь считают иначе. Их деньги так и не дошли до адресата. Люди вынуждены обращаться в полицию. Алена Широнина сегодня написала заявление в УВД. Жалуется на работу компании экспресс-платежи. Услугами навоуральского офиса она пользовалась постоянно. Нареканий не было до недавнего времени, пока Алене не позвонили из банка. Ее 9 тысяч рублей не дошли. Кредит девушка оплачивала через отделение на Победы-24. Но в последние дни тут никого нет. Банк позвонил, сказали, что перечисления не поступили. Я звоню в систему экспресс-платежи. Мне говорят, что у них слетела система. Мы вопрос этот урегулируем ваш с банком. В итоге мне снова банк звонит, говорит, что платеж не поступил. Я снова набираю систему платежей. Недоступны. И вот сейчас я подошла и смотрю, что не работает. В полиции Алена встретила товарищей по несчастью. Таких, как она, немало. На протяжении двух дней люди приходят в полицию, надеются, что с компанией экспресс-платежи что-то прояснится. Ее представители либо недоступны, либо трубку не берут. А офисы и вовсе закрыты. Через экспресс-платежи отправляли деньги в русский стандарт-банк. А они не дошли вовремя. И из банка начислено пение неустойками. Мама двоих детей Анна Кунщикова тоже воспользовалась услугами экспресс-платежей. Деньги до банка не дошли. Чтобы не портить кредитную историю, пришлось платить повторно. Это ударило по бюджету молодой семьи. 15 января я внесла очередной платеж по своему действующему кредиту через компанию экспресс-платежи, которая в Лога находится. 1 февраля мне позвонили из банка и сообщили, что деньги до сих пор на счет на мой не поступили. Естественно, я сразу же обратилась в компанию экспресс-платежи уточнить, почему такая ситуация произошла. Ну, не смогла дозвониться по телефонам, по указанным. Сначала они были недоступны, а потом просто не отвечали на мои звонки. Ну и 3 февраля я уже пошла в полицию, написала заявление. Зайдя в социальные сети, Анна узнала, что ее случай не единичен. Горожане активно обсуждали тему о непоступлении средств, отправленных через контору экспресс-платежи. Кто-то пострадал сам, а у кого-то родственники или знакомые. А вот это объявление, гласящее, цитирую, «Будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов», сегодня, мягко говоря, удивляет и звучит как-то поиздевательски. Одна из постоянных клиентов офиса – пенсионерка Надежда Таланкина. Она всегда аккуратно относится к срокам платежей. Сегодня пришла внести очередную сумму в офис, расположенный в Южном, но принять ее здесь было некому. «Звонят, что нехорошо ваш платеж. Я говорю, что нехорошо, если у меня квитанцы на руках, я плачу вот так вот. Нам деньги не поступали. А мы при чем? Он должен звонить всему, кому деньги отдаем. Ну, отдаем ему в кассу». Удивил звонок из банка об отсутствии платежа и Антонину Николаевну. Женщина на пенсии. Чтобы хоть как-то жить, устроилась подрабатывать на автостоянку. Банку в свои кровные пять тысяч регулярно перечисляла через экспресс-платежи. «Вроде все в порядке. А с банка звонят там и звонят, знаете, как и ночами, и матерят, и разные, и разные и прочее». В Новоуральске закрылось два офиса компании экспресс-платежи – «На Победе-24» и «На Корнилова-1». Другая компания, осуществляющая переводы, расположена неподалеку от улицы Победы – в магазине «Елена». Это совсем другая контора, не имеющая свыше упомянутой ничего общего. Люди, потеряв надежду, пришли платить сюда. «Наше предприятие называется «Акционерное общество Елена». И у нас проходят платежи по банк «Платинобанк». То есть система «Платинобанк». Все банки. Платежи приходят на следующий день. И к логам мы отношение к точке, которая находится в логе в Южном, в Кировском, мы отношения не имеем. У нас абсолютно разные системы, разные предприятия, разные, как говорится, все условия. Клиенты ваши приходят, они рассказывают о том, что в тех точках… Да, рассказывают, многие спрашивают, рассказывают, что у них там по несколько месяцев не платили. Многие идут в полицию жаловаться, писать заявление на них. Но и то, что не могут найти их, это да, действительно, потому что ни один телефон не работает у них. Первые заявления поступили в полицию 2 февраля. Изначально их было два десятка. На сегодняшний день более 60. Полицейские принимают заявления. Сейчас проводят проверки. В настоящее время в дежурную часть полиции обратилась порядка 63 граждан, жителей города Новоуральска, с заявлениями о непрохождении платежей через компанию в электронные платежи. В порядке ст. 144-145 Уголовно-процессуального кодекса РФ проводится проверка в настоящее время, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Был ли это компьютерный сбой или мошенничество, установят полицейские. Мы будем следить за развитием событий и сообщим телезрителям об итогах проверок стражи порядка в наших выпусках новостей. Анна Акрамова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев проводит встречи с чиновниками и представителями профессионального и экспертного сообществ в преддверии презентации антикризисного плана, назначенной на завтра, 5 февраля. Глава региона поясняет, что власти необходимо определить систему координат в экономике и социальной сфере, в которой сейчас находится Средний Урал. Свердловское бизнес-сообщество утверждает, что основными проблемами предпринимателей сегодня является выход на новые рынки сбыта продукции, резкий рост процентных ставок по кредитам. Также сообщество ожидает законодательного регулирования тех преференций, которые ранее были заявлены на федеральном уровне. Предприниматели ожидают, что надзорные органы перестанут, так сказать, кошмарить бизнес. Сегодня ситуация неоднозначная. С одной стороны заявлена о моратории на проверки, с другой, в определенных случаях, предоставлено право проведения внезапных ревизий. Вице-президент Союза оборонных отраслей промышленности Свердловской области Леонид Шалимов обратился к главе региона с просьбой озвучить на федеральном уровне предложения оборонщиков по обеспечению стабильной работы ОПК. Необходимо учитывать реальный уровень повышения цен на комплектующие при формировании контрактов, обеспечить поддержку инвестиционных проектов и программ кредитования. Евгений Куйвышев особенно акцентировал внимание на необходимости обеспечить доступность кредитов для аграриев, помочь сельхозпредприятиям в освоении новых рынков, реализации программ импортозамещения. Остановился глава региона и на мониторинге ситуации в социальной сфере сообщили Уралинформбюро в департаменте информполитики губернатора. Как подчеркнул первый вице-премьер Владимир Власов, в областном бюджете заложены все необходимые средства, которые позволят Среднему Уралу в полном объеме выполнить взятые на себя социальные обязательства. По словам председателя Комитета ЗАГС Собрания по социальной политике Вячеслава Погодина, в Свердловской области сформирована серьезная законодательная база, направленная на оказание социальной поддержки. В течение прошлого года в рамках реализации системы «Безопасный город» на многих пешеходных переходах были установлены новые современные светофоры и мачты уличного освещения. В этом году несколько ключевых перекрестков нашего города будут оборудованы видеокамерами для наблюдения за дорожной ситуацией и фиксации нарушений правил дорожного движения. Тему продолжит Антон Сапогов. «Безопасный город» – это комплексная система, включающая несколько направлений развития. Одно из них – внедрение электронных систем слежения за безопасностью на дорогах. Опыт эксплуатации таких систем в других городах показывает, что люди это дисциплинируют, помогают все-таки раскрывать те нарушения, которые были выявлены. Ну и, учитывая количество автотранспорта на территории нашего города, это один из самых высоких показателей Свердловской области, может даже и в Российской Федерации. То есть, с точки зрения дисциплины водителей на территории нашего города, потому что мы раз в две недели правильной комиссии по безопасности дорожного движения. Эти факты от неаккуратности и зачастую, скажем так, халатное отношение водителей к другим участникам движения, включая пешеходов, приводят к нехорошим инцидентам. У нас, к сожалению, есть погибшие на дорогах нашего города пешеходы при том. И я думаю, что в этом плане, чтобы помочь и правоохранительным органам, и с точки зрения дисциплинирования наших водителей, эти системы будут установлены на ключевых перекрестках. В городе на сегодня 42 тысячи автомобилей. И это количество год от года увеличивается. Контролировать поток машин становится сложнее. Поэтому на помощь сотрудникам ГАИ скоро придут видеокамеры. Деньги на их приобретение уже выделены. Камеры будут фиксировать нарушения, а водителей ждут штрафы. Мы об этом открыто говорим, что все нарушения будут фиксироваться. И по тем ситуациям, когда у нас тоже у нас центральная площадь некоторая, устраивают дрифтовые соревнования, нарушая движение. То есть, не все знают, что на администрации установлены камеры наблюдения. Мы все эти нарушения, когда видеозаписи снимаем, есть нарушения, передаем ГИБДД для дальнейшего разбирательства с этими жителями нашего города, которые устраивают такие гонки здесь. Здесь не место для гонок, а какие-то показухи для своих друзей, коллег. Это место, где необходимо двигаться лучше по правилам дорожного движения и не подвергать опасности жизни других людей. Антон Сапогов, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская обещательная компания. В общественной палате России предлагают штрафы для пешеходов, нарушающих правила дорожного движения, повысить в два раза до 3000 рублей. Соответствующее письмо направил в Госдуму председатель комиссии по безопасности Антон Цветков, сообщает информационное агентство. По мнению Цветкова, штраф в 500 рублей не является той суммой, которая способна остановить право нарушителя, а значит, никакого профилактического эффекта не имеет. В Комитете Госдумы по транспорту заявили о готовности поддержать инициативу. Согласно официальной статистике ГИБДД, за 2014 год в России произошло 23 тысячи дорожно-транспортных происшествий с пешеходами. Это почти 13% от общего количества ДТП. В этих происшествиях погибли более 4000 человек. Еще 19 тысяч получили ранения. В Новоуральске за 2014 год было совершено 12 ДТП с участием пешеходов. По их вине 4 происшествия – один человек погиб. И по вине водителей – 8. Тоже погиб один человек. Февральская погода дарит нам теплые деньки. И в этом есть не только плюсы. С почти плюсовыми температурами появляются и проблемы. Паводок атакует 8 Свердловских муниципалитетов. В 2015 году правительство Свердловской области увеличило резервный фонд для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – до миллиарда рублей. Для сравнения, в прошлом году на эти цели было предусмотрено 805 миллионов рублей. Тогда из резервного фонда израсходовали 26 миллионов. В том числе на восстановление инфраструктуры асбеста после урагана. Как предполагают спасатели, в текущем году копилка похудеет из-за паводка. По предварительным прогнозам синоптиков, сильного половодия не ожидается. Однако более точный прогноз будет дан в марте. По мнению начальника МЧС России по Свердловской области Андрея Заленского, традиционно в опасную зону могут попасть Карпинск, Красноуфимск, Ирбит, Туринск, Талица, Слободотуринский, Байкаловские районы и Махнёвское муниципальное образование. В настоящее время в населенные пункты сообщения, с которыми может быть временно приостановлено из-за паводка, подвозят запас продуктов и медикаментов. В области подготовлены более 2000 машин и почти 90 плавсредств. В филологоисторической школе Былина работает выставка «Радуйся жизни». На выставке представлены поделки не только новоуральских мастеров. Тему продолжит Никита Евсеев. В филологоисторической школе Былина уже более 20 лет. Подобные выставки, на которых представляют свои работы не только любители, но и мастера с мировым именем, организуются не впервые. Наша школа подразумевает образование для того, чтобы уметь жить. Поэтому мы сегодня организовали выставку, где хотели бы показать, что для людей важно не только, но может быть и важно, образование как знание. Но, наверное, важно и уметь жить с этим знанием в жизни. У нас есть работа человека, который профессионал в своем деле, который имеет выставки и свои работы хранятся у которого и в Испании, и в Брюсселе, и в Соединенных Штатах. Он тоже захотел поучаствовать. Но это был его подарок. Это Юрий Первушин. Вышивка, натюрморты, детские рисунки, поделки из глины – это лишь малая часть работ, представленных на экспозиции. Всего здесь более 90 экспонатов. Посетители на открытии выставки могли пообщаться с авторами и узнать, что их сподвигло на занятия творчеством. Глина очень податливый материал. Она мягкий и несет в себе очень теплое начало. Мне выставка очень понравилась. Больше всего мне понравились это постеры ручной работы, это вышивки. А также мне очень понравились рисунки карандашом. Приходишь и сразу согревает. Приятно смотреть. Много разных оттенков. Я хотела показать, что в этом мире тоже есть теплота, доброта. И своими произведениями искусства, так скажем. Хотела показать это. Никита Евсеев, Антон Пылаев. Новоуральская вещательная компания. Декада лыжного спорта в Новоуральске в самом разгаре. Эстафету лыжных гонок подхватили и дети. Вчера в 54-й школе Новоуральска состоялся массовый старт. На лыжню вышли самые спортивные и неравнодушные учащиеся. Рассказывает Альбина Бабкова. Организации и предприятия, школы и детские сады – все вышли на лыжню, поддержав декаду лыжного спорта в нашем городе. В стороне не остался никто. Активное участие в лыжных гонках принимают и самые юные новоуральцы. Вот и учащиеся 54-й школы вышли вчера на массовый лыжный старт. Кстати, 54-я школа Новоуральска активно поддерживает все мероприятия в рамках «Лыжни России-2015». 31-го числа практически весь педагогический коллектив вместе со своими семьями выходил на мероприятие на лыжную базу. В течение недели около 650 учеников нашей школы принимали участие в массовых забегах на школьных стадионах. И 7-го февраля мы собираем большое количество педагогов и детей для участия в забегах и для сдачи норм ГТО по лыжам. Как оказалось, лыжные гонки пользуются у школьников огромной популярностью. К счастью, и погода не подвела участников массового забега, поэтому равнодушным и безучастным не остался никто. Это мероприятие мне очень понравилось. В нашей школе оно проходит не впервые. Я считаю, что не зря, потому что спорт – это здоровый образ жизни, это увлекательное занятие. Мне кажется, все любят кататься на лыжах, и это полезно. Я не очень хорошо катаюсь на лыжах, но хорошо прошла дистанцию, мне очень понравилось. Я от себя такого даже не ожидала. Мы оздоравливаемся таким способом, мы ведем здоровый образ жизни, некоторые занимаются спортом. На лыжах я катаюсь каждые выходные, и мне очень понравился сегодняшний день. Учащиеся школы показали отличные результаты и хорошую физическую подготовку. Всех победителей гонки ждали призы. Но все же главная награда и главный итог этого старта – это крепкое здоровье, хорошее настроение и возможность найти новых друзей в лице своих соперников. Альбина Бабкова, Юрий Михалев, Новоуральская вещательная компания. Ура! Напомню, самое массовое зимнее спортивное мероприятие «Лыжня России-2015» в нашем городе пройдет 7 февраля на базе стрелкового тира по улице Ольховой. Торжественное открытие назначено на 11 часов. В этот день на старт выйдут не только профессиональные спортсмены, но и любители спорта от мала до велика. Победители городского этапа в составе делегации от Новоуральска на следующий день, 8 февраля, отправятся в Уральскую столицу. В этом году «Лыжня России» впервые пройдет в Екатеринбурге на площадке выставочного центра «Экспо». Эта площадка работать будет не два дня, как это было на режимном Нижнетагильском полигоне «Старатель», а до окончания зимы. В завершении выпуска о погоде на четверг, 5 февраля. Завтра в Новоуральске будет облачно, пройдет небольшой снег. Ветер южный до 3 метров в секунду, ночью минус 7, а днем минус 4. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 72%. Спонсор прогноза погоды – болгарская компания «Форт Нокс». Компания «Форт Нокс» приглашает 14 марта за недвижимостью в Болгарию. В случае приобретения недвижимости стоимость поездки возвращается 34 11 88. Далее в эфире Новоуральской вещательной компании смотрите программу «Объективно о спорте». Антон Сапогов расскажет о «Спартаке Адипа Шортреку» сразу после программы «Твой выбор». В честь годовщины Сталинградской битвы закончит наш эфир видеоподборка воспоминаний ветеранов из архива Новоуральской вещательной компании. На этом информационный выпуск завершен. Только хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова